друзья давайте посмотрим образе послушаем простите образец наглости беспордомности когда они рассчитывают на то что на другой стороне провода просто безмозглый абонент может быть да вот платите на реквизиты которые мы вам пришлем потому что мы вам позвонили об этом сказали еще хочу обратите внимание пожалуйста на голос этого звонаря это вообще найти уставший такой все повидавший мачо там наверно двухдневная небритость сидит на телефон в руке в зубах сигара не сигарета сигара в шляпе конечно же надвинутый на лоб расстегнутой до пупа рубашки вот такой таким он себя мнит а в результате там сидит какое-нибудь безамбициозное существо ничего и нигде и никак себя не смогло реализовать и тут о чудо можно прийти и безнаказанно глумиться над народом еще за это получать деньги это то что мне нужно и он здесь вот давайте послушаем вот это вот пугало и так поехали первое коллекторское бюро долго вымогает у людей деньги алё аллола здравствуйте здравствуйте это первое коллекторское бюро меня зовут нараков Андрей Дмитрий Дмитриевич, разговор наш с вами записывается. Артем Евгеньевич, это вы? Да, это я. Очень приятно. Артем Евгеньевич, звоним по поводу нерешенного финансового вопроса перед нашей компанией. ОТП, Банков, первичный кредитор. А я с этой компанией как бы никаких договоров не заключал никогда. С какой компанией? Ну вот вы сейчас что-то называете. Первый коллекторский. Я с такими компаниями, которые вы назвали, я вроде договоров никаких не подписывал. А вы не должны заключать договор с нашей компанией. С нашей компанией заключили договор ОТП, Банк, которым в свою очередь заключили вы. Ну да, я вас слышу, от меня вы хотите. Да, 15 650 рублей, само ваше задовольствие. Вам как на северный киселек или на этот номер телефон скинуть? Я что-то не понимаю, что вы хотите от меня? По какой причине вы находитесь еще в должниках? В должниках? А меня уже должником признали? Должником человек только суд может признать. Я уже слышал. Вы что-нибудь новое можете придумать? В смысле что-нибудь придумать? Это не я придумал, это придумал закон Российской Федерации. Ну вы уже говорите такие отговорки. Какие-то отговорки-то? Это на самом деле вы от меня что-то хотите. Я просто не понимаю. А что от нас хотим? Да, я просто не понимаю. 15 650 рублей в трехдневный срок. В трехдневный срок. Необходимо оплатить. Да. Вы будете брать эту сумму? Я нигде не буду брать. Мне негде брать. Я не работаю. Я инвалидный. Не работаете? Почему не работаете? А инвалидность? Да. А инвалидность какой группы? Ну это уже другой совсем разговор. Это уже вас особо касаться не должно. Группы нерабочие, могу сразу вам сказать. Нерабочие? Нет. Хорошо. На что живете, на пенсию? Да, на пенсию живу. Как вопрос планируете решать? Не знаю. В судебном порядке. Вам помогает? Я вам предложил в судебном порядке решить этот вопрос. Я по судному счету буду платить. Обязательно, конечно, выплачусь. Там по малым суммам, но выплачу этот долг. Я не хочу оставаться в должном. Кто вам сказал, что вы будете платить по малым суммам или еще что-либо? Во-первых, я это знаю. Я юридически как бы подкованный человек. Я подкованный в актуру. Хорошо. Что сейчас вам мешает? Платить малыми суммами. Ну, хоть какими-то. Вы находитесь на просточке. Я вам говорю. Очень длительное время. Вот, вот. Я вам и говорю, что сейчас то, что я буду платить, это будет уходить на оплату пеней, которые начислены на процент. А основная сумма долга будет оставаться такой же. Я буду платить всю жизнь так. Если я буду по 500, там по 1000. Я буду платить по судному счету. Вот есть судный счет. Пожалуйста. Откуда вы сделали выводы, что вы будете платить сейчас на пеней на оценку и на штаборку? Нет, что ли? Я знаком с вашей банковской системой. Ну, значит, вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Как я ошибаюсь? Значит, вы все-таки не знаете в этой системе. Что? Я прекрасно все знаю. У меня жена работала в этой системе. Ну, конечно, что ваша жена работала. Жена ваша, может быть, и знает. Но я вам об этом не знаете. Почему тебя не знают? Значит, человек, вы сейчас эти глупости не говорил бы. Какие глупости-то? Я не понимаю, от меня это вы что хотите. Я просто хотел, я вам сказал, трехдневный срок. Да я не могу это платить, у меня нет денег. Я получаю 7000 пенсию. Ну, хорошо, может быть, позовем со своим друзьям, знакомым, товарищам, они перенимены. Зачем я им буду опять взлетать в долги, чтобы каким-то телефонным мошенникам, аферистам и хулиганам платить куда-то? Ну, ладно, хорошо, допустим, вот я найду денег, мне куда это все оплачивать? Да, реквизиты нашей компании. Ну, а я, по-моему, не у вашей компании брал-то. А у тебя брали, не у нашей компании, я вам уже объяснил. Вот тогда вот я вам и говорю, присылайте мне официально заказным письмом, можете вот эти 60 рублей за заказное письмо, не, я заплачу за него. Присылайте мне какие-то бумаги, по которым я буду это видеть, какие-то договоры, я так понял, мне реструктуризацию сделали. Потому что если я банку не должен, с вами-то я договор не заключал, почему я вам должен платить. Пришлите мне договор. Да я вам объяснил уже три раза, почему должны. Смотрите, Артем Евгеньевич, давайте я вам сразу все раз объясню, чтобы я не кричу. Я с вами разговариваю спокойно. Для того, чтобы вы мне больше в течение нашего разговора не спрашивали, я не понимаю, при чем тут вы. Объясняю. Вы брали в свое время кредит. Ну, не у вас же я его брал-то. Брали не у нас, брали его в АТП-банке. Ну, а почему у тебя не уведали меня об этом? Послушайте. Меня послушайте сейчас, не перебивайте. Да я все прекрасно знаю, мне не нужно вот это. Ваши руки разъяснились. За каждым письмом присылайте мне договоры, присылайте мне бумаги, в которые я буду платить. Я буду платить. Это что, мне дядя звонит какой-то, представляете? А вы знаете, то, что я вообще майор ФСБ. И сейчас ваш разговор записывает. Ваши сейчас возьмут лас и закрутят. Вот тоже самое. Я о вас могу подумать. Вы дядя какой-то, абсолютно левый звонит. Откуда я знаю, кто вы? Вы мне сейчас предлагаете, мне сейчас какие-то реквизиты еще скинете на телефон, и я по ним должен оплатить? Вы что, с ума сошли? Да это мошенничество чистой воды. Откуда я знаю, какой теперь? Вы где-то украли, может, какую-то кредитную историю? И сейчас не впали. Я вам сказал свою фамилию, может, возьмите мою кредитную историю где-нибудь. Ну, потому что нет такого, не бывает таких чудес. Ну, а как же, почему я должен платить человеку левому? Вы мне сейчас звоните, и я ни одного основания детского не вижу, чтобы сейчас взять и заплатить вашу контору какую-то даже... Вы где проживаете? Я? Важим, Евгений, да. Я по тому же адресу, что и в договоре проживаю. По тому же адресу? Да, по тому же адресу. По улице Урицкого, дом 49, да? Квартира все четыре? Да, возможно. Ну, что возможно? Ну, возможно, по этому адресу я проживаю. Я проживаю по адресу, который записан был в договоре. Я ничего не менял. Ни телефонов, ни адресов, ничего. Все осталось прежним. В адресе мой зачем спрашиваете? Адрес зачем? Потому что на адрес регистрации было отправлено уведомление о переуступке прав требований. Вы были, судим, ознакомлены. У меня пошел ящик, нет. Он сломан. Он сломан, 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 сломан. Нету. Это уже только лишь ваша проблема. Такие документы вообще отсылаются заказным письмом. Это не документы, это уведомления. Но все равно как-то можно... Уведомление о том, что... Я не получал, у меня нет такого ящика. Банк. Ты отправлялся еще в 15-м году. Ну, это если не известно, отправлялся, не отправлялся. У вас нету подтверждения, что оно дошло. У меня нет подтверждения, что оно получено. Так что... Это нам не нужно, понимаете? Мы не обязаны вас уведомлять. Да? Как это вы не обязаны? А что тогда вы мне звоните? По какой причине? Что мы предложили? Что мы предложили? Я платить все равно не буду вам по вашим расследствиям. Вашим клиентом я являюсь. А с чего вы это взяли? Я не вижу никаких оснований, на которых я ваш клиент. Вам отправлялся, адрес регистрации. Ну, не пригодило ничего. У меня нету почтов в ящике. Во-вторых, нету почтов в ящике, это только лишь ваши проблемы. Заходите в интернет, зайдите на наш сайт, закажите себе документы и повторно. Закажите их на электронную почту. Там, почитайте. Мне нужно письменно. Письменно на бумаге. Я жду. Закажите письменно. Вот, пожалуйста. Что вы мне пишете? Договор с вашей компанией, на основании которых, вот бумаг вот этих, я обязан именно вам платить. Я вам повторяю. Нет, вот я вам повторяю. Если вы хотите реально, на самом деле, это самый резонный выход вот здесь, в ситуации, обращайтесь в суд. Суд решит, суд по-любому решит, что я буду платить. Конечно же, он меня не оправдает. Я буду платить, в любом случае. Вот, через приставов я буду платить. И все. Зачем вот это все? В смысле вам тратить больше денег? Как это больше? А статья 333 Гражданского кодекса вам знакома? Больше платить. Ну, и что? Вот, и все. Вот сколько я там должен? 25? Вот 25 я отдам. Какие 25? А сколько я должен? Во-первых, 15600, 15650. Ну, 15 я отдам. 16 даже отдам. Вам еще отдам. Нет, вы еще так же заплатите судебные издержки, госпошлина. Какие судебные издержки? 60 рублей за письмо заказное? Какие издержки-то? Вы что мне чешете-то? Не нужно кричать. Да я не кричу, меня вас просто бесит. Вы вынуждаете меня кричать. Вы глупый какой-то вообще. Вы что несете? Ересь-то какую-то. Обращайтесь в суд. Вы мне уже второй раз сегодня звоните. Еще у вас два звонка есть, и все. И уже три года приказа. До свидания. Вчера мы с вами разговаривали, а не второй раз. Начнем с этого. Мне сегодня звонят уже второй раз в вашей конторе. Я уже заебался. Другой взяли первый раз? Обращайтесь в суд. Судебные порядки решимы. Все. По закону сделаем. А ваш договор, он не важнее Кодекса Российской Федерации, Конституции. Вы можете просто подтереться. И то, что вот вы сейчас сидите там, подтираетесь законом. Вот это надо еще вот посмотреть. Я же разговор записал, я обязательно его прикреплю к делу. Я собираю звонки. И посмотрим. Блядь, это просто пидел. Можете еще раз, Артем Евгеньевич, послушайте его ночью, перед сном. Все-таки вспомнить, что у вас есть долг, что вам нужно отдать деньги. Долг? Перед с ним на сон. У меня долг перед детьми есть, а перед вами у меня ничего нет. До свидания. В судебном порядке. Жду уведомлений. Я сижу и жду уведомлений суда. Чтобы прийти на суд, я пойду обязательно. Потому что без меня он не состоится. Вот я пойду на суд, что суд вынесет, так и будет. Ваши пользы все равно, что будет решиться. Я с удовольствием оплачу вам. Все, до свидания. Ну, хорошего смысл доводить до суда. Ну, вот такой вот мачо, друзья. Будет интересно в комментариях прочитать ваше мнение по поводу этого недоделыша. Ну, ладно. Давайте я не буду на этот раз останавливаться долго и подробно. Предлагаю вам всем подписаться на наш канал. Лайки ставьте, если понравилось, не понравилось, дизлайки, само собой. Поделитесь в соцсетях, если не жалко этим, либо любыми другими роликами. Ну, и для тех, кто хочет стать под юридическую защиту, ссылочка на наш сайт в описании этого, либо любого другого ролика. На сайте выложено видео, инструкция, как мы работаем и что вам нужно сделать для того, чтобы стать нашим клиентом. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, руководитель компании АЛЯМ, Центра юридической защиты. И желаю вам всего хорошего, счастья, благополучия и финансового здоровья. До свидания.